Павел Латушка, заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси, присоединяется к нашему эфиру. Павел, доброй ночи уже. Спасибо, что так поздно нашли время пообщаться. Да, здравствуйте. Видите, я на работе как раз и с работы вам. Мы с работы с вами тоже вышли на связь. Павел, все-таки, как вы считаете, вот эта вот игра вагнеровцами на территории Республики Беларусь, в первую очередь, кому приготовиться? Что замышляют два диктатора, Лукашенко и Путин? Смотрите, это происходят разнонаправленные действия. Фактически используется мультипликация инструментов. Это, прежде всего, сами наемники Вагнера, которых мы видим на Брестском полигоне. Потом мы слышим о том, что они находятся в Пещатке. Это два километра от линии государственной границы с Польшей в Беларусьской пуще. Потом, конечно же, это центральное место Могилевской области. Поступает информация, что планируют создать лагерь для наемников Вагнера возле границы с Гомельской областью, возле Зябровки. То есть, они обучают военнослужащих. Одновременно мы видим, что используется история, начатая еще в 2021 году, с направлением для штурма государственных границ с странами-членами Европейского союза и НАТО, Польшей, Латвией, прежде всего, а также Литвой, нелегальных мигрантов. Мы видим с вами передислокацию или какие-то учения вооруженных сил Беларуси. Гожевский полигон, Гродненская область проходит учения. Проходит Министерство обороны информации, что тысяча военных направляют границы Польши. И тут еще риторика Путина, которая стояла изначально, и Лукашенко, что Польша получила несправедливо от Сталина подарок часть территории. Лукашенко говорит, что наемники Вагнер хотят прогуляться в Жешу и в Варшаву. То есть мы видим с вами информационную специальную операцию, но которая уже имеет место и реализацию в виде конкретных примеров дестабилизации ситуации на границе. Пример. Вот буквально за несколько часов до эфира я посмотрел твиттер пограничной службы Польши. Там было сообщение, что за последние сутки 115 нелегальных мигрантов пыталось штурмовать границу с Польшей. На прошлой неделе это было и 300 человек, и 200 человек. Мы видели с вами, что в направлении Латвии была дырка в границе, и даже буквально вчера латвийские пограничники вынуждены были открыть стрельбу. То есть они уже предпринимают определенные действия. Ну и сегодня уже в довесок, завершая оценку, Министерство обороны Беларуси заявляет, что в сентябре состоятся какие-то военные мероприятия, которые по масштабу будут самыми крупными. Цель это дестабилизировать ситуацию на границе, это оттянуть ресурсы и резервы НАТО на охрану границ НАТО. Меньше ресурсов и средств пойдет в направлении Украины для того, чтобы помогать Украине победить в войне. И Украина, цель также должна будет направить часть своих резервов на северную границу с Беларусью. Павел Павлович, теперь перейдем к еще одной очень сложной, болезненной, безусловно, теме. Насколько мы знаем, вы придерживаетесь вполне резонного мнения относительно того, что Лукашенко, также его режим и лично Лукашенко участвует в насильственном вывозе украинских детей. Мы также знаем вашу четкую позицию относительно того, что белорусский Красный Крест может быть исключен из этой международной организации. В частности, тут очень неоднозначное, скажем, очень мягко, да что там говорить, очень странное преступное поведение генсека Дмитрия Шаутова подтолкнуло, насколько я понимаю, у вас к этой мысли. Пожалуйста, помогите сопоставить эти два выше обозначенных фактора. С точки зрения незаконных действий Лукашенко, это квалифицируется как военное преступление, и материалы нами переданы в Международный уголовный суд, в офис прокурора еще 27 июня. Также эти материалы переданы Генеральной прокуратуре Украины в ходе последней поездки в Киев. На прошлой неделе мы встречались с представителями прокуратуры. Мы готовим дополнительные материалы, которые дополнят основную коммуникацию, основной отчет. И надеюсь, что где-то к началу сентября мы представим эти материалы. Что касательно Дмитрия Шевцова, так называемого руководителя белорусской организации «Красного креста». Мы также, наши представители, были в Женеве, проводили определенные консультации. Я, может быть, ограничен с возможностью передачи какой-либо информации, но я понимаю следующее. Шевцов сделал достаточно четкие и однозначные заявления. В Z-форме он въехал на территорию Украины, на оккупированные территории и стал заявлять о том, что белорусская организация «Общество Красного креста» занимается незаконным перемещением украинских детей с оккупированных территорий, территории Белоруссии. Он выступает в поддержку размещения ядерного оружия на территории Белоруссии. Мы знаем, что до этого, если я не ошибаюсь, Дмитрий Шевцов был депутатом палатки, так называемого парламента Лукашенко, Нижней палаты парламента, и он является сотрудником администрации Лукашенко. То есть здесь прямая аффилированность белорусского общества «Красного креста» с режимом Лукашенко, что недопустимо, что нарушает принципы независимости общества «Красного креста». А тут еще в довесок он заявляет о совершении преступлений. Так вот, мы понимаем, что уже «Красный крест» добился, чтобы из сайта белорусской организации «Красного креста» исчезли все партнеры. Там было «Пепси», там были «Швейцария», там многие были доноры. Их уже нет. Это первый шаг. Второе – режиму поставлен ультиматум. Или Шевцов остается на той должности, которая есть, или стоит вопрос о приостановке членства «Красного креста» белорусского общества, или бы исключение из движения. Павел, мы знаем, что ордера Международного трибунала в ГАГе, как правило, носят негласный характер. Как думаете, сколько десятков их уже выписано на таких, как этот Шаутов и других пособников Лукашенко? Ну, мы как минимум представили материалы в отношении пятерых. Это Лукашенко, это Мезенцев, так называемый госсекретарь союзного государства. Это Головатый, генеральный директор Беларуськалия, который ответственен за финансирование незаконного перемещения детей вместе с Лукашенко и Мезенцевым. Потому что два источника финансирования. Это союзное государство, которое создал Лукашенко с Путиным. И второй источник – это Беларуськалий. Это сам Талай и фонд, который он возглавляет. И Волково – это фонд «Дельфины», который оперирует на территориях оккупированных Украины для того, чтобы организовывать вывоз детей. Ну, к этому может быть добавлен тот же Дмитрий Шевцов. Конечно, сейчас мы собираем эти материалы, которые доказывают его причастность к совершению военных преступлений. Но вот по поводу Талая, кстати. Мы преподнесли подарки вместе с партнерами к 9 августа годовщине несфальсифицированных выборов. И четыре пакета санкций были введены. Ввели санкции Европейский Союз, США, Великобритания и Канада. И вот как раз-таки в канадском санкционном списке уже присутствует фамилия Талая. Алексей Талай попал под санкции. Но это еще только цветочки. Я думаю, что здесь мы будем продолжать работу в этом направлении. А насколько полны эти четыре пакета введенных санкций третьего годовщины тех выборов? Могли ли быть жестче они? Потому что последние 18 месяцев мы наблюдаем все-таки, не сказать лояльную, но и недостаточно жесткую санкционную политику по отношению к Республике Беларусь. Как человек, который отвечает в объединенном переходном кабинете за санкционную политику и с 2020 года создав команду Народного антикризисного управления, мы ведем это направление. Я считаю, что был упущен момент. Тогда, когда в 2020 году были миллионы, сотни тысяч, как минимум, белорусов на улицах городов, когда уже в течение, например, одного воскресенья задерживалось по тысячу человек, когда было очень много избитых, убитых, застреленных, пытки, тогда все думали, надо с Лукашенко договориться, оставим ему дверь открытой. 2020 год. Убийство, разгон демонстрации, десятки тысяч задержанных, политические заключенные. 2021 год. Он начинает миграционную войну против Европейского Союза, захват самолета. 2022 год. Это предоставление территории Беларуси и агрессия с территории Беларуси российской армии в направлении Украины. 2023 год. Ядерное оружие и группа Вагнера на территории Беларуси и дестабилизация по всему периметру границ Европейского Союза. И всегда, всегда наши партнеры запаздывали с применением санкций. Ну и ситуация какая есть. Конечно, эти пакеты не решают все проблемы. Но вместе с тем мы с вами видим, что происходит в экономике Российской Федерации, что происходит с российским рублем, что происходит с белорусским рублем, какая идет девальвация. Уже Нацбанк Лукашенко заявляет о девальвационных процессах в экономике страны. В любом случае они действуют. Но я сторонник шоковых санкций, санкций, которые сбивают с ног. Вот тогда они эффективны, тогда они ставят противника на колени и заставляют их изменить политику или просто добиться того результата, который мы ставим перед собой. Победить в этой войне, победить Россию и ликвидировать режим Лукашенко в Беларуси. Павел Павлович, ну знаете, символично общаемся с вами в третью годовщину тех самых событий на территории Республики Беларусь. Знаете, прошло время. Сейчас можно сделать такой некий анализ того, что происходит и того, что произошло, того, что не получилось. Как Лукашенко смог остаться у власти? По вашему мнению, какие главные выводы за эти три года должны были быть сделаны как представителями белорусской оппозиции, так и белорусским народом для вас? Если можно, коротко, немножко ограничены в эфирном времени. Благодарим. Да, не время цветочков, шариков, а время действий, жестких действий, формирование актива внутри подпольного движения. Это первая сила. Вторая сила – помощь белорусским добровольцам в Украине. Это наша сила, которая сегодня, ребята делают все, чтобы помочь Украине, но мечтают и думают освободить Беларусь. Третья сила – это ответственность. Это Лукашенко, это санкции. Вот эти три силы, которые мы должны задействовать. И тогда можно верить в то, что мы победим. Павел Павлович, мы вас благодарим за беседу. Как всегда, четко и понятно. Павел Латушко, заместитель и руководитель Объединенного переходного кабинета Беларуси, присоединялся к нашему эфиру. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram – только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok